МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Пушкинском провели традиционный гастрономический фестиваль День варенья. Физкультурный выходной. В парке Ивантеевке отметили День физкультурника. Об этих и других новостях прямо сейчас. Подготовка к отопительному сезону, налоговые поступления, меры поддержки бизнеса и предстоящие дни городов в округе обсудили на оперативном совещании под руководством главы округа Максима Красноцветова. Под нажатие ускорится подготовка к осенне-зимнему периоду один из главных вопросов на повестке оперативного совещания под руководством главы округа Максима Красноцветова. На территории Пушкинского 27 теплоснабжающих организаций, 54 управляющие компании, 64 ТСЖ и ЖСК. В летний период в округе сделали многое. Это капитальный ремонт теплотрасс, ремонт котельных, оборудование котельных. Проводится промывка, прессовка с участием подразделений МОСАВС. Продолжается реконструкция котельной на Серебрянке, но все работы должны быть завершены к середине сентября. Всего в отопительный сезон войдут 1487 многоквартирных домов плюс соцобъекты. Жители призывают пристальнее выбирать управляющие компании, чтобы избежать отключений зданий от теплоэнергии за долги. Сейчас вызывают опасения управляющие компании «Городок» и «Заботливая». Чтобы все-таки собственники, когда выбирают компанию, которой они доверят управлять своим многоквартирным домом, тем имуществом, которое им принадлежит, внимательно смотрели и в первую очередь смотрели на наличие задолженности за потребленные энергоресурсы. Это электричество, газ и все, что с этим связано. Поддержка бизнеса и инвестиций первостепенно и важна. Сейчас бизнесу предлагается более 350 мер поддержки. Пушкинские предприниматели активно участвуют в федеральных, региональных и муниципальных программах. В частности, компании «Зеленоградская» и «Тишьюпром» присоединились к нацпроекту «Производительность труда». 16 предприятий Пушкинского получили помощь на 607 миллионов рублей от Московского областного гарантийного фонда. 13 сотрудничают с фондом поддержки внешнеэкономической деятельности. Многомиллионными субсидиями воспользовались и агропредприятия. Решать вопросы предпринимателям помогает офис «Мой бизнес». Также глава округа уточняет, как встают дела с поступлением налогов, доходами в бюджет и сообщает, благодаря содействию губернатора региона Андрея Воробьёва, долговые обязательства, которые накопил бюджет округа в предыдущие годы, удалось перевести из коммерческих в бюджетные. Процент максимально снижен. А это совершенно другие условия, нежели кредитные обязательства, которые имел муниципалитет в коммерческих банках. Это очень-очень хорошие условия, которые позволяют нам жить и экономить деньги на обслуживание тех кредитов, которые брались в прошлые периоды. Не знаю, на что они брались, на что они тратились. За счёт высвободившихся средств глава округа также просит проработать вопрос об установке детских площадок в рамках губернаторской программы. В августе-сентябре Пушкинский ждёт марафон Дней городов и посёлков. Округ преображается и хорошеет к праздникам. Буквально на днях открыли сквер Нарощинской в Ивантеевке. Последние штрихи и новыми красками заиграет Пушкинский городской парк. На день города Пушкина, 27 августа, он станет одной из главных праздничных площадок. Программа уже сформирована. В 11.30 мы встречаем участников карнавального шествия. Для них на центральной сцене Ветнего театра будет представлен детский интерактивный спектакль. В 12.30 на арт-объекте «Карта Пушкина» состоится торжественное открытие парка. Далее торжества идут чередом. 3 сентября – юбилей у Красноармейска, а 10 сентября – именины у Ивантеевки. Кроме этого, в округе практически каждую субботу с августа по октябрь пройдут Дни посёлков. Завершается совещание на приятной ноте. Глава округа награждает Светлану Кожанову знаком Мособлдумы за труды, а Татьяну Сыромятникову – благодарственным письмом регионального министерства территориальной политики за большой вклад в развитие Московской области. Людмила Ермакова, Анна Пыльцина, Александр Девкин, Анна Белова. Новости Большого округа. Начался приём заявок на конкурс на лучшее благоустройство дворов. Организаторы – депутат окружного совета. Как зарегистрироваться и каковы условия конкурса? Смотрите в сюжете. Считайте свой двор самым красивым в округе – тогда эта новость для вас. Депутаты городского округа Пушкинский запускают конкурс на лучшее благоустройство придомовой территории. Если в вашем дворе есть клумба, полисадник, декоративные деревья и всё это красиво оформлено, то у вас есть все шансы на победу. Проводится для того, чтобы показать городу, что есть такие активные жители, которые вкладывают душу, вкладывают свою энергию и деньги, в том числе, вкладывают своё время и немалое время для того, чтобы в его дворе было красиво, для того, чтобы люди проходили и любовались этим. Подать заявку можно до 31 августа. Дальше конкурсная комиссия отберёт лучшие дворы из трёх городов и поселений нашего округа. Её работа продлится до 10 сентября. В первую очередь будут обращать внимание на масштабность, оригинальность оформления, эстетичность, наличие малых архитектурных форм, декоративного оборудования. Важный момент – благоустройством придомовой территории должны заниматься не управляющие компании и ТСЖ, а сами жители. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 31 августа подать заявку по номеру телефона 8-926-590-37-39. Призываем жителей участвовать в этом конкурсе, не стесняться, потому что по опыту знаю, что многие стесняются, говорят, да нет, я это для себя делаю. Мы хотим показать людям то, что другие могут вот так вот украшать свои придомовые территории, рассказать о вас, о вашем труде. Уже сейчас порядка восьми дворов зарегистрировались. Успейте и вы. Грамоты ждут всех участников. А победителям будут вручены подарки от депутатов и спонсоров. По три призовых места выделено на три города и близлежащие каждому из них поселения. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Внимание жителей города Пушкина. 27 августа с 6 часов утра до 23 часов будет изменена схема организации дорожного движения. По Московскому проспекту от улицы Чехова до улицы Вокзальная. По улице Крылова от улицы Горького до улицы Тургенева. По улице Тургенева от улицы Гоголя до улицы Некрасова. В целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасного проведения дня города Пушкина. Просим вас накануне и в день проведения праздничных мероприятий убрать личный автотранспорт с проезжей части автомобильных дорог. Дегустация варенья и соусов, участие в разных мастер-классах и отличное настроение. Все это организовали для гостей самого вкусного и жизнерадостного праздника. На территории усадьбы Муранова провели традиционный день варенья. Евгения Коломеец познакомилась с участниками гастрономического фестиваля, попробовала авторский десерт и узнала, что такое верховая набойка по ткани. Один из самых вкусных фестивалей прошел на выходных на территории музея-заповедника усадьбы Муранова. Это день варенья. Здесь собрались варенья и вары со всего нашего округа и не только. Здравствуйте. Расскажите, что у вас тут за варенье, какой самый необычный? Так, ну, варенья все вкусные. Одно то, что лимонник, целебная ягода, а также рябина мичуринская. Но самый хит, самый бомбический – это соус из антоновских яблок. Мое изобретение. Мы это делали на костре в большом мангале, в общем, на дровишках хороших. И этот соус, там кроме яблок и трав, и чеснока ничего нет, ни воды, ничего. Но он настолько вкусный. Значит, берете сухарик, зачерпываете, пробуете и говорите, что в соусе... А что это за сухарик? Это, ну, обычный фингвизм. Ну как? Что скажете? Необычный очень. Даже не сладкий, кстати. А, он и не должен быть сладким. Хотя это яблоко, правда? Да. Карри чем-то напоминает. Карри, правильно. Куркума добавлена. Совершенно правильно. Вы сказали. И видите, цвет какой. Вот цвет как раз дает вот это самое куркума. На фестивале отдельно показывали шоу вареньеваров с последующей дегустацией получившегося десерта. Что готовить, участник выбирал сам. У Ирины Евсеевой это мандариновое варенье с корицей. Рецепт она привезла из Абхазии. Варенье она попробовала на отдыхе, и ей оно очень понравилось. Ну, оно такое очень пикантное. И, ну, вообще пахнет Новым годом. Понимаю, что всего сейчас лето, жара, и оно не очень актуально. Но мне хотелось показать людям, что это можно сделать в домашних условиях вполне. Сейчас скоро будет сезон мандарин. Его можно будет приготовить в домашних условиях. Ирина – постоянный участник фестиваля. С 2014 года всегда старается придумать что-то новое. Например, у нее есть варенье с помидоров черри и с тыквы. На праздник Ирина приехала с мамой, которая тоже любит этот десерт как готовить, так и есть. В них представлено разное варенье. Тут можно найти почти все ягоды. Это гастрономический фестиваль, который проходит уже в десятый раз. И что касается нового, на самом деле очень большая расширенная программа по мастер-классам. Из нового у нас очень почетные партнеры, которые кормят наших гостей. Это Бургер Хиру, Сандерсон и Грачиков Клаб. Мы работаем с местным сообществом, продолжаем это делать и обрастаем хорошими друзьями, которые нас поддерживают. Еще у нас сегодня приехал спанки-бас, который тоже впервые на этой площадке. Вечер и сегодняшний, и завтрашний будет финалиться диджей-сетом от праправнука Федора Ивановича Тютчева. Программа фестиваля включала в себя и мастер-классы. Их много, и все они разные и интересные. Например, можно было попробовать шить на швейной машинке, расписать пряник, сделать оберег в виде куколки-травницы или шоппер своими руками. Найти занятие по душе мог каждый. Нас же привлекла набойка по ткани. Екатерина уже 15 лет увлекается исторической реконструкцией и часто посещает разные фестивали. На одном из них и узнала про это ремесло. Это ремесло называется верховая набойка по ткани. У нас на Руси известно было две набойки – кубовая и верховая. Вот мы занимаемся верховой, по такому же принципу делают павлопосадские платки. Мы, конечно, упростили процесс, чтобы гости могли сразу получить результат. Берем спонж, берем красочку. Так как работаем на улице, краски я туда немного наношу. Сохнет моментально, конечно. Это все из-за жары, да? Да, и ветер. Ничего сложного. И наносим. Продавили. Красота. На веранде главного усадебного дома была оформлена сцена. Ее украшали два стеллажа с вареньем. Для гостей выступали диджей и артисты. Люди охотно танцевали под знакомые всем песни. Кроме того, каждый мог сделать фотографию на память в специальной фотозоне. Ее внезапным дополнением стал местный кот Персик. Он удобно разместился на диване и сладко спал. С Персиком фотографии получались оригинальными и по-настоящему уютными. А вот здесь, на дороге, ведущей в усадьбу, расположилась ярмарка. Тут можно приобрести вещи ручной работы, купить и попробовать настоящий мед и медовуху, а также познакомиться с продукцией пушкинских фермеров. Фестиваль шел все выходные. 13 и 14 августа во второй день тоже проходили шоу с участием вареньеваров, только уже других. Продолжали работать мастер-классы и ярмарка. Еще на фестивале каждый мог помочь детям-инвалидам из организации «Виктория». Нужно было всего лишь купить банку варенья и положить ее в специально оформленную телегу. Все передадут подопечным организациям. Еще работали благотворительные ярмарки. Евгения Коломис, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Физические упражнения – залог здоровья. Этот постулат доказан уже давно специалистами в области здравоохранения. Каждую вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Именно этот день популяризирует здоровый образ жизни и занятия спортом. В городском парке Ивантеевки прошел праздник, посвященный Дню физкультурника. Фитнес на батуте, веселые старты, настольный теннис, стрельба из лука. Танцевальные мастер-классы. В городском парке Ивантеевки отмечают День физкультурника. Особым интересом у горожан пользуется площадка с армрестлингом. Уступление по этому виду борьбы проводят спортсмены из Красноармейска. Все желающие могут подойти. Это такой, на самом деле, долгоиграющий спорт. Даже люди в возрасте могут подойти, побороться, попробовать себя в чем-то новом, в чем-то интересном. Просто решили на День физкультурника, на праздник собраться, показать народу этот вид спорта. Ну, будем всячески проводить, стараться проводить мероприятия. На площадке армрестлинга всем желающим рассказывают о правилах этой борьбы, о технике, интересных особенностях. После чего жители проверяют свои силы за столом и на специальном профессиональном тренажере. Организатор праздника – отдел физической культуры и спорта администрации городского округа Пушкинский и спортивные учреждения Ивантеевки. И в завершении выпуска о погоде на 18 августа. В четверг в округе все так же солнечно и жарко. Максимальная температура днем 29 градусов. А к ночи столбики термометров опустятся до отметки в 19 градусов. Ветер восточный – 3,5 метра в секунду. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях, во Вконтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова